У вас есть задача, скажем, продлить подписку на Google Диск или Apple Music, купить авиабилеты в Турцию или Грузию или просто купить наличные доллары. После того, как платежные системы Visa и MasterCard ушли с российского рынка, а часть иностранных компаний отказались работать с клиентами из России, все вышеперечисленное превратилось в задачи повышенной сложности. Еще 18 апреля российский Центробанк разрешил снова продавать наличные доллары обычным гражданам. Но сделать это можно только в отделениях банков. Правда, с тех пор найти валюту в этих самых отделениях смогли единицы. В большинстве банков наличных долларов просто нет. Сотрудники на местах говорят, что утром заводят в отделение определенное количество валюты. И кто успел, тот успел. Какие же есть выходы помимо поиска отделений с наличными долларами? Самый очевидный способ – это купить валюту у тех, кто ее хочет продать. Некоторые россияне до 9 марта успели снять и купить валюты больше, чем им нужно. Или, например, им самим сейчас требуются рублей. Но тут стоит помнить, что купли-продажи иностранной валюты без участия уполномоченных банков относятся к незаконным валютным операциям. Нарушителям может грозить административная ответственность. Так что в российский лексикон в 2022 году даже вернуло слово «валютчик». В конце марта в российских соцсетях, например, в Телеграме и ВКонтакте, расцвели всевозможные каналы и чата, где предлагали купить доллары. Но чаще всего продавцы обставляли будущую операцию излишней конспирацией, что могло наводить на мысли, а не поддельные ли доллары они собираются продать. Еще один способ – это купить валюту за границей. Но пока еще купить доллары и евро можно в соседней Беларуси. Не во всех странах рубли меняют на местную валюту или доллары. Тот же Казахстан еще в середине марта запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов. Правда, ограничения касаются не только доллара или евро, но и тех же рублей. Европейские санкции предусматривают запрет на ввоз в Россию наличных евро, но это касается только финансовых учреждений и дипломатов. Простые граждане, как и раньше, могут вывезти за пределы Евросоюза не больше 10 тысяч евро наличными. Но, например, Латвия сама решила ограничить вывоз наличных евро в Россию со своей территории. Так что теперь, меняя рубли на евро по российскому паспорту, человеку нужно подписывать бумагу, что он или она не повезут эти евро в Россию. Но на границе это никак не проверяется. В Турции сейчас даже в аэропорту можно поменять рубли хоть на турецкую леру, хоть на те же доллары. Но курс может сильно не порадовать. После ухода визы и мастер-карты некоторые россияне бросились оформлять себе карточки китайской платежной системы UnionPay. Это нужно, чтобы, например, продолжать совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах. Если до марта далеко не все крупные российские банки с этой системой работали, то после о планах сотрудничества заявляли Сбербанк, Альфа-банк, Открытие и ВТБ. Но уже в конце апреля РБК сообщило, что UnionPay опасается сотрудничать с крупными российскими банками, которые оказались под санкциями. Поэтому приостановило приговоры с ними. Тем не менее, официальной информации об отказе UnionPay работать с санкционными банками не было. Всего в России сейчас выпускают карточки этой платежной системы около 10 банков. И два из тех, что выпускают, как раз находятся под санкциями. Это Росвельхозбанк и Газпромбанк. Но ограничения против них не такие серьезные, как против Сбера или ВТБ. Поэтому пока эксперты считают, что, опять же, пока карты UnionPay, это Росвельхозбанк и Газпромбанк, работать будут. Но в том же Газпромбанке выпуск карточки UnionPay обойдется в 15 тысяч рублей. А вот в банке Солидарность такая услуга будет стоить всего 3 тысячи. Так что для того, чтобы все-таки оставаться с работающими картами за пределами России, россияне отправились в так называемые карточные туры. Еще в конце марта они пришли на смену вакцины. Например, российские туроператоры уже предлагают трехдневный экскурсионный тур в Ташкент. Потенциальные туристы могут предварительно собрать все необходимые документы для получения карты местного банка и заранее передать их организатору поездки. Уже в Узбекистане при визите в банк для получения карты людей будет сопровождать представителей туроператора. Впрочем, для того, чтобы получить за рубежом карты виза и мастер-карт, не обязательно покупай тур, а можно поехать самостоятельно. В Узбекистане потенциальному клиенту нужно иметь с собой паспорт и регистрацию. Последнюю оформить легко. Например, ее делают даже при заселении в гостиницу. Счет «Россиянин» открывают день в день. Карта получается или в тот же день, или на следующий. Помимо Узбекистана популярностью пользуются Армения и Грузия, но там все зависит от конкретного банка и даже отделения. В Армении практически все банки открывают счета нерезидентов. Для этого, правда, нужно лично прийти в отделение, хотя формально в стране нет запрета на дистанционное открытие счета. Помимо паспорта вам потребуется его нотариально заверенная копия с переводом на армянский язык. Иногда еще может понадобиться справка из местной полиции, что у вас нет карты социального страхования Армении. Банк может также потребовать, например, справку 2НДФЛ, договор о аренде квартиры на срок не менее трех месяцев, или бронегостиницы минимум на месяц, или рабочий договор с местным работодателем. Кроме того, стоит помнить, что открытие не бесплатное, и вам придется за это заплатить. А еще нужно будет набраться терпения, потому что прежде чем открыть счет, каждый россиянин проходит проверку со стороны армянского банка. Тому нужно удостовериться, что конкретный человек не находится под санкциями, чтобы в свою очередь сам банк впоследствии не попал под санкции США. В Грузии счет могут открыть любому иностранцу. Однако в марте местные банки вводили все новые и новые ограничения для россиян. Сейчас с этим стало проще, и можно открыть мультивалютный счет. Для этого вам точно нужен загранпаспорт. В остальном требования у всех банков разные. Где-то будет достаточно только паспорта, где-то еще потребует договор о долгосрочной аренде жилья. Кто-то попросит предоставить документы, подтверждающие доход или рабочий договор. Но вот четких сроков рассмотрения вашего обращения в грузинских банках нет. Некоторые из тех россиян, кто подался еще в конце февраля, до сих пор ждут решения по своему кейсу. Кто-то из россиян летит открывать счет в Беларусь. Банковская система ближайшей союзницы России пока еще не попала под санкции. Но тут, конечно, есть риски, что все может измениться в любой момент. Россияне могут оформить дебетовые платежные карточки, визы, мастеркард. На выбор есть несколько валют – российские рубли, доллары и евро. Но для этого необходимо обратиться в одно из отделений банка с паспортом и копией нотариально заверенного перевода на белорусский язык. Оформить все онлайн не получится. Практически везде обязательное условие открытия счета – гарантийный депозит. Его размер определяется в зависимости от валюты, в которой вы оформляете карту, и банка. Летятым может быть 50 евро, где-то понадобится уже 300 долларов. В среднем оформление карточки занимает от 3 до 5 дней. Правда, в отдельных банках от потенциального клиента могут даже потребовать регистрацию на территории Беларуси. А вот банки дружественного Казахстана признали россиян клиентами страны с высоким риском. Это, в свою очередь, перевело к трудностям при открытии счетов там. В части банков счета россиянам сейчас фактически не открывают. Где-то запрашивают высокую комиссию за открытие счета, но при этом клиент не может пользоваться приложением, а каждая операция облагается процентом. Если у потенциального клиента нет вида на жительство в Казахстане, то открыть счет он может только в отделении. Помимо загранпаспорта потребуется местный НН, а также документ, подтверждающий место работы в республике. Казахский НН можно получить удаленно на местном правительственном портале или в центре обслуживания населения. Казахский аналог МФЦ. Правда, уже появились предложения, как получить работающую за рубежом карты виза, не покидая России. Например, коммерческий банк Кыргызстана готов оформить именную золотую карточку прямо в офисе в Москве. Как пишет коммерсант, все, что вам нужно, помимо паспорта, это оформить нотариальную доверенность на предоставление интересов в банке, открытие счетов и получение карт на определенного гражданина Кыргызстана. Это можно сделать прямо в банке. Представительство передает данные в материнский банк. Сначала открывается виртуальная карта Visa Gold. В офисе клиенту загружают приложение банка, чтобы он уже мог рассчитываться. Физическую карту на руки клиент получит в течение пяти дней. Стоит такая услуга 17,5 тысяч. Деньги на карту после получения можно перевести по номеру телефона, например, со Звербанка или Тинькова. Самый простой способ – найти другу, у которого есть карточка зарубежного банка, и которая платит все за вас. Как вы с ним рассчитаетесь, переведете рубли на его российскую карту или еще как-то, решается в индивидуальном порядке. Опять же, сейчас появились фирмы, которые предлагают это сделать для большую комиссию за вас. Работает все так. Вы отдаете фирме рубли, а та перечисляет деньги за зарубежный счет. Насколько это безопасно, сказать невозможно. Такие услуги не сертифицированы банком, а скорее частная инициатива. Правда, в некоторых случаях не спасет даже карточка зарубежного банка, если, скажем, сервис прекратил работу в России. Например, Spotify. Подвязать работающую карту не получится, да и поменять регион сервис просто так не дает. А если вам с не первой попытки это удастся, то нужно регистрировать карту той страны, на которую вы сменили регион. В Турции месячная подписка стоит порядка 100 рублей, а вот для Британии она куда дороже – почти 10 фунтов. Не все так очевидно и с Google. Если вам нужно оплатить дополнительный объем Google диска, то просто переперевязать карту иностранного банка мало. Помимо ввода данных, работающих за рубежом карты, вам еще в настройках нужно удалить российский платежный профиль. Без такого удаления автоматически подтягиваться будет именно российский, и, соответственно, Google будет отклонять оплату от вас. Для оплаты подписок и других сервисов через App Store российские пользователи сейчас подвязывают в качестве средства платежа своего мобильного оператора, и плата списывается со счета телефона. Правда, в середине мая в App Store стало больше нельзя платить с отчетами Гафона, Йоты и Теледва. Так что эта опция доступна сейчас только для абонентов Билайна и МТС. Но и они рассказывают о сложностях. А еще в некоторых западных банках есть подарочные карты на предъявители. Они рассчитаны на покупки в интернете, но на небольшие суммы. Где-то максимум составляет 50 евро, где-то немногим больше. Например, в Латвии такие банковские подарочные карты можно купить в обычном супермаркете. Теперь для связи с остальным миром россияне летают через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Стамбул и Дубой так и вовсе стали главными связующими хабами Ереван и даже Душамбе. Но тут опять же встает вопрос покупки билетов. Те немногочисленные зарубежные компании, кто еще летает в Россию, например, Turkish Airlines или Emirates, за последние месяцы добавили опцию приема платежей через российскую платежную систему мира. Но если вы из Стамбула или Еревана захотите полететь, скажем, в Европу, Азию или США, то надо внимательно смотреть, а можно ли российскими картами оплатить такой билет. Но тут стоит вспомнить про агрегаторы билетов и попытать счастья там. Что касается пересечения сухопутной границы, то тут стоит помнить, что в России все еще продолжают действовать коронавирусные ограничения. Сейчас россиян по земле спокойно выпускают в Беларусь, Казахстан, Китай и в Грузию. Опять же, в середине мы сильно упростила жизнь тех, кто едет из Калининградской области в Россию и обратно. Теперь это можно сделать без ограничений. Россияне, кто едет на своей машине с территории Калининградской области в другие регионы России через Литву, могут спокойно пересекать границу. А кроме того, больше нет никаких ограничений на выезд из России для транзита через любые страны для тех, кто едет в Калининградскую область. После того, как Booking.com перестал работать с российскими отелями, внутри страны пользователи перешли на отечественные сервисы. Это Яндекс.Путешествия, Островок, Ванту Трип, Тревел, РЖД. Правда, некоторые клиенты предпочитают бронировать любимые проверенные отели напрямую на сайтах объектов. А если вы все-таки ищете гостиницу за рубежом, то Booking.com работает для российских пользователей. Просто вам нужна опция поиска бронирования без банковской карты. Такие тоже есть, но их, конечно, не так много. Или можно найти отель, который вам подходит по всем параметрам, перейти на сайт и связаться с ним напрямую, объяснив ситуацию, что вы из России и не можете забронировать номер из-за неработающих с границей карт. Скорее всего, вам смогут пойти навстречу. Но такие переговоры, разумеется, требуют куда больше усилий, чем пары действий в приложении.